На этой неделе председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время в Госдуму внесут пакет документов для повышения пенсионного возраста. На самом деле этот процесс идет давно. В стране есть категории населения, для которых пенсионный возраст уже вырос. О ком идет речь, чего и когда ждать всем остальным? Прогноз развития событий в рубрике «Говорим о главном» сделала доцент Сибирского федерального университета Елена Почекутова. Лена Николаевна, когда повысит пенсионный возраст в России? Скорее всего, это произойдет уже внедрение реформы в этом году, то есть с 1 января 2019 года, именно в процессе, когда будут внесены проекты федерального бюджета на 2019 год. Это, скорее всего, будет тем отчетом той поэтапной реформы пенсионной, о которой говорилось достаточно давно. А ведь в предыдущие годы уже есть какие-то категории граждан, которым пенсионный возраст был повышен, верно? Да, безусловно, к этой категории граждан относятся государственные гражданские служащие. Скорее всего, действительно, и это очень верно с точки зрения технологического изменения, когда будут уходить из категории льготных определенные профессии по так называемой «горячей сетке», когда, более того, будут происходить технологические изменения, то есть процессы производства, то, что правительство уже делает уже достаточно давно, это убираются из так называемых «горячих льготных категорий пенсионного возраста» люди, которые не имеют отношения к процессу производства и не связаны непосредственно с вредным воздействием. То есть это такие достаточно уже традиционные группы, к которым общество уже привыкло, и это социально справедливо, по сути дела. То есть верно ли я понимаю, что в первую очередь это коснется не массовых категорий населения, а льготников? Я думаю, что нет. Нет. Льготники, процесс относительно льготников, он уже идет, и он будет, то есть, неизменен. Я думаю, что, конечно же, это будет касаться всех слоев населения, по той причине, что с 2005 года доля бюджетных средств именно федерального бюджета, именно в пенсионном фонде, это примерно 40 и более процентов. За последние, начиная с 2014 года, пенсионный фонд имеет дефицит, и, скорее всего, как раз, если мы вспомним некую историю, то, безусловно, вот эта вот идея изменения пенсионного возраста, она как раз касается, когда бы были значительные средства федерального бюджета включены в пенсионную систему. Ну, собственно, в этом-то и причина, да? Денег на пенсионное обеспечение не хватает, поэтому это ведь проблема не только Российской Федерации. Это проблема не только Российской Федерации, вопрос заключается в том, какую пенсионную систему мы с вами выбираем. Мы выбрали систему пенсионного страхования, которая есть сейчас, это страховая пенсионная система для тех, кто рожден после 1965 года, и для тех, кто рожден до 1965 года, это солидарная система. То есть у нас такая комбинированная система существует, существует эта система именно в связи с тем, чтобы обеспечить старшее поколение пенсионным, но проблема заключается в том, что сам пенсионный фонд, конечно же, себя не обеспечивает, и именно нужна включенность именно федеральных средств. Увы, именно, на мой взгляд, вот то, что правительство Российской Федерации достаточно долго не принимало решения о повышении минимального размера оплаты труда, с которым связаны, в первую очередь, сейчас отчисления самозанятых, в том числе, в пенсионную систему, нужно, необходимо просто в настоящее время усилить работу, конечно же, под то, что сейчас называется таким клеши, обелением экономики, о выводе заработных плат из тени, и это, конечно же, увеличит доходы пенсионного фонда, что позволит, безусловно, обеспечить и справедливость, потому как люди, которые получают заработную плату, так скажем, серую, они не платят средства в пенсионный фонд, но получают соответствующую пенсию по российскому законодательству. То есть, обеление экономики, повышение заработной платы, безусловно, обеспечивает, еще раз говорю, социальную справедливость, и смягчит, вот, возможно, то, чего мы всегда опасаемся сейчас, это достаточно резкого роста возраста выхода на пенсию. Потому что по планам, которые есть, те, кто знаком с этой проблемой, женщины, да, предельный возраст хотят увеличить поэтапно, в течение полугода каждый раз, это до 63 лет, и мужчины до 65. Почему мы надеемся, и почему мы не хотим повышения пенсионного возраста? Потому что для людей, которые вышли на пенсию, пенсия является дополнительным, гарантированным, уже точно получаемый раз в месяц доходом. И когда пенсионер после выхода, достижения пенсионного возраста, работает, по сути дела, да, он, ну вот, просто я вот там со своим родственниками, да, с коллегами уже разговариваю, чувствует себя очень ровно и спокойно. Потому что, к сожалению, вот эта вот неуверенность, которая есть у россиян, как у трудящихся, да, то есть вот это, к сожалению, ведет к тому, что, еще раз хочу сказать, да, мы ждем пенсионного возраста, как обязательно гарантированное получение, то есть дохода, который у нас уже, то есть никто не отнимет. То есть мы не рассчитываем бросить работу? Мы не рассчитываем бросить работу. Абсолютно верно. Это плюс те дополнительные доходы, которым мы совершенно спокойно, то есть ровно распоряжаемся потом. И в этом абсолютно, то есть мы уверены. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!